Всем привет, дорогие друзья! Сегодня вот так по-спартански непосредственно из своего кокпита немножко буду вам вещать. 15.10.2020 в моей группе ВКонтакте появился вот этот пост, в котором было очень много впоследствии вопросов, в том числе и в личку, относительно того, я что опять обновляю свой комп. И отвечу я на этот вопрос сразу же, да и в принципе из названия данного видео вы все сразу понимаете. Данный компьютер предназначается изначально не для меня, изначально он предназначен для одного из моих подписчиков, который попросил меня собрать ему компьютер для того, чтобы спокойно использовать его в играх. И я уже прекрасно понимаю, что многие из вас будут немножко недовольны, у некоторых будет возникать определенного рода диссонанс, почему я выбрал те или иные компоненты. И в процессе съемки этого видео я постараюсь вложить какие-то собственные мысли относительно того или иного железа, которое выбиралось. Поэтому давайте не будем растягивать, у меня в принципе все видосы получаются длинными, я не хочу в этот раз сидеть опять всю ночь монтировать, поэтому сегодня буду стараться делать это максимально кратко. Самое первое, с чего мы начнем и в принципе с чего я начинаю всегда, это материнская плата. В качестве материнской платы была использована материнка от Gigabyte на чипсете B450. Материнка называется Gigabyte B450 Gaming X. Вот так выглядит эта материнская плата, такого коричневого шоколадного оттенка. Но оттенок нас не интересует, нас интересуют несколько другие моменты. Выбрал я эту материнку, потому что, во-первых, сокета M4, понятное дело, как вы уже успели, наверное, понять и увидеть, здесь нет интеловского сокета, соответственно, мы собираем сборку на AMD. Но о процессоре немножко попозже. Материнка была выбрана на чипсете B450, на самом деле не просто так. Объясню почему. Материнки на B550 чипсете. Во-первых, в бюджет данных материнских плат входят только материнки формата MATX. Лично я не люблю материнки подобного рода, потому что сама по себе материнская плата имеет несколько уменьшенный размер и, соответственно, плотность компонентов гораздо выше. Да, многие со мной могут поспорить и, скорее всего, это сделают, но сама по себе материнская плата за счет более плотной компоновки работает в совершенно других температурных режимах, местами может перегреваться и так далее. Это сугубо мои личные мысли, именно поэтому я не люблю и не приемлю материнки М-фактора, то есть MATX. Плюс ко всему, почему не была взята X470, X370, X570? В материнке старые нет вероятности того, что будет поддержка более современных версий процессоров, то есть Ryzen 5, допустим, ну, 5000 серии, X470 не была взята, потому что цена, и X570 по той же самой причине. Мы просто банально не влезали в бюджет. Поэтому была выбрана именно вот эта материнка. В принципе, сама по себе материнка неплохая. Кто-то скажет, что надо было брать Asus, кто-то Asrock, кто-то MSI. Я достаточно длительное время уже сижу на платах Gigabyte, и у меня проблем с ними никогда не возникало и не возникает, несмотря на то, что отзывы в интернете иногда говорят об обратном. Но все же, я выбрал эту материнку, и мы ее, собственно, будем применять в этой сборке. Дальше, процессор. В качестве процессора была выбрана IM-ная версия процессора AMD, это Ryzen 5 3600X. Опять же, почему был выбран 3600X, не 3700, не 2700, не 3500 или еще какие-либо, а именно 3600X. И почему не 3600? Ведь типа можно разогнать дешевле, разогнать, и он дешевле, можно сэкономить. Че экономить? Разница в цене на момент покупки составляла, по-моему, 600 или 700 рублей. Зачем экономить, когда можно взять сразу разогнанную с завода версию и вообще не лезть? Плюс ко всему, в этот компьютер в разгон человек лезть не будет вообще. Ему нужен максимальный потенциал на AMD за, опять же, рамки бюджета. Да, то есть мы были вписаны в бюджет 85 тысяч, и здесь мы, ну, влезли. Бюджет был 80, мы не немножко переуступили этот порог, а у нас получилось 84. Плюс доставка, плюс все, в итоге почти 85 тысяч рублей. Поэтому Proz был выбран этот. Почему не боксовая версия? У меня стоит процессор 2700X в моей сборке, и там стоит боксовый кулер, не помню, как он называется сейчас. Собственно, данный кулер не особо сильно справляется даже со стандартными режимами температурными, потому что как только запускается какая-то игра, он генерирует огромное количество шума. Об охлаждении мы с вами поговорим несколько попозже. Почему не был взят 2700, а был взят 3600? Просто-напросто 3600X несколько производительнее в играх, нежели 2700X. Почему не взяты более старшие версии бюджет? Почему не взяты версии 3600? Я уже говорил. Банально, только лишь потому, что человеку нужны сразу максимальные возможности и результаты от данного процессора, и от данной сборки. Едем дальше. Оперативная память. В качестве оперативной памяти было выбрано две планки по 8 гигабайт от Corsair. 16 гигабайт оперативной памяти на борту. Тайминги, блин, не помню я их. Вот сейчас где-нибудь вот здесь напишу, не помню так на память тайминги, но по таймингам опять же выбиралось все от бюджета. Плюс ко всему выбиралась сразу нормальная частота, опять же потому, что мы ничего не разгоняем, нам нужно просто поставить, настроить и забыть. Все. Частота 3200 МГц. Напоминаю, что две планки по 8 гигабайт. Общее количество памяти 16 гигабайт. Едем дальше. В качестве видеокарты была выбрана видяха от Polit 2060. Супер. Она, кстати, в пленочке. Давайте, наверное, ее снимем сразу. Попробуй-ка быстро снять пленку, которая на видеокарте. У меня это заняло несколько десятков секунд, наверное. Собственно, 2060, простите, 2060 Супер от Polit. Причем, одна из, пожалуй, самых дешевых версий. Называется она Gaming Pro. 34 тысячи стоит эта видеокарта на текущий момент, на 16 октября 2020 года. Выбрана она банально по той лишь причине, что Polit твой дом с Polit? Ха-ха, шутка. Нет, конечно же. Во-первых, с Polit я работаю достаточно долго, достаточно много. И, опять же, достаточно много сборок было собрано моими друзьями, мной на данных видеокартах. И у меня к ним нет абсолютно никаких претензий. Да, видеокарта немножко шумновата. Но, опять же, давайте будем честными и будем отталкиваться от цены. У нас есть бюджет, в который нам надо влезть. И приходится кое-чем жертвовать. Охлад. Я бы не сказал, что здесь плохой охлад. Достаточно серьезный, большой, массивный радиатор. Две вертушки, в принципе, с Polit у меня по охлаждению в 10-й серии, допустим, вопросов не было. В 20-й серии я тоже не могу сказать, что видеокарта горячая. Особенно, если у вас корпус нормально пробивается. О нем мы тоже немножко попозже поговорим. Нормальное питание 8-пиновое, нет огромного количества всяких разъемов. И, в принципе, производительность данной видеокарты вполне себе солидная. Опять же, за эти деньги по нынешнему курсу, плюс по нынешнему рынку, то, что у нас продается, я считаю, что это самый оптимальный вариант. Потому что 20-70, 20-70 супер, 20-80, плюс ныне вышедшие 30-60, 70-80-90, могу сейчас немножко ошибаться, опять же, в цифрах нового поколения, не влезают в наш бюджет, поэтому была выбрана вот такая видеокарта. Надеюсь, проблем у нас с ней никаких не возникнет, и она покажет себя исключительно с лучшей стороны. Едем дальше. В качестве первоначального носителя был выбран вот такой SSD от Kingston A400, простите, на 240 гигабайт. SSD-шник исключительно покупался под винду, плюс под всякий небольшой софт, то есть это исключительно SSD-шник для файловой системы. А вот здесь, друзья, мы с вами немножко приостановимся, и я сейчас объясню, почему это происходит. На момент записи данного видео, а также на момент покупки компьютерного железа, мной была совершена ошибка, точнее, упущение. Данная материнская плата, которая продемонстрирована в данном видео, не поддерживает накопители формата M.2 SSD, а поддерживает накопители только формата M.2 NVMe. Именно поэтому данный накопитель, который сейчас демонстрируется у вас на экране, к данной сборке не подходит. Он был заменен на другой накопитель формата SSD. Немножко похрущу, потому что еще запакована упаковочка. В качестве основного носителя был выбран жесткий диск Western Digital Blue на 2 терабайта. И сейчас объясню, почему. Во-первых, нам нужна нормальная файлопомойка, большого объема. Во-вторых, многие спрашивали, почему не SSD, потому что эта сборка светилась в одном из симрейсинговых чатов, я скидал туда конфигурацию, и многие меня спрашивали, почему ты не взял SSD, почему ты засунул жесткий диск. Банально только лишь потому, что а. 2 терабайта, б. цена. Мы не влезаем в бюджет. Но при этом нам нужна нормальная файлопомойка, нормальная скорость. Да, я знаю, что скорость шпинделя у этого жесткого диска 5400 оборотов, вместо 7200. Да, я об этом знаю, но выбран именно этот жесткий диск. Можно было взять Toshibu, Seagate, что угодно. Я просто доверяю Western Digital. Опять же, у меня стоит WD-шка во многих компах, у меня у родителей стоит WD-шка, во многих сборках, у моих друзей стоит Western Digital Blue. Именно этой серии жесткие диски. Поэтому я просто-напросто доверяю этому бренду. И опять же, я выбрал его потому, что у меня уже есть опыт работы с конкретно этим железом. И подставлять, скажем так, своих подписчиков не хотелось бы. Да, я понимаю, можно было взять более производительный, более быстрый, жесткий диск. Да, знаю, но я выбрал WD в счет непосредственно доверия к бренду и к самому производительности и жизненному циклу данного оборудования. Блок питания. Мой любимый, везде используемый, за 3500, если мне память не изменяет, Cougar STX 700 на 700 Ватт, 634 Ватта по 12-ти вольтовой линии. Отличный блок питания, который я использую уже в своем компьютере. Третий год. В компьютере родителей два года. В Краснодаре собрано порядка 15 или 20 компов. Два года назад работают с этим блоком по сей день. Огромное количество сборок среди симрейсингового сообщества, опять же, собрано на этих блоках питания. И к ним нет никаких претензий. У всех все работает прекрасно. Да, я не знаю, кстати, исправили этот косяк. Я многократно об этом говорил. В компьютере родителей, в моем компьютере, в этом блоке. Есть такая пластиковая накладка в области кулера, и она иногда цикатит. Возможно, в этих версиях уже исправили, но через время этот сок откуда-то исчезает, и он абсолютно не беспокоит. Дросселя не свистят, сам по себе блок питания нормальный, изъявленную мощность выдает, работает без проблем, не шумит. Че еще надо? Нет никаких сертификатов, да плевать на эти сертификаты. Он работает, и за свои деньги он себя абсолютно полностью отрабатывает. Че еще надо? Поэтому он сюда лезет, кстати, с головой. На данную систему по калькуляторам расчета системный блок потребляет порядка 450 ватт. То есть это не так много, как могло бы быть. Поэтому данного блока питания с головой даже под дальнейший апгрейд. Так, ну и че, у нас с вами осталось два пункта. Первый, охлаждение. В качестве охлаждения была выбрана башня охлаждения, потому что стандартному кулеру вляпался в термопасту. Стандартному кулеру от AMD особо доверия нет, поэтому выбрана башенка от Deepcool, Gamax S40. Так, отличная башня, не шумная для подобного рода камней, опять же, без разгона. Этой башни хватает просто с головой. Она отлично себя показывает, отлично охлаждает. При этом она не шумная, а башня проверена уже годами и временем. Говорить, опять же, что-то дополнительное, что-то рассусоливать, я не вижу абсолютно никакого смысла. Все прекрасно знают, что башни Deepcool, Gamax 300, Gamax S40, это отличные башни. Единственный минус у них, иногда бывает немножко кривая пятка крепления к процессору, но это я не могу назвать прям каким-то тотальным минусом. Не забываем о том, что этот кулер стоит полторы тысячи рублей, по-моему. То есть, опять же, это не такие бешеные деньги, за эти деньги он себя полностью оправдывает. И тот уровень охлаждения, которое он выдает, его охватает с головой. А так как я только что вляпался в термопасту, и желания использовать у меня абсолютно никакого нет, я не то чтобы не доверяю термопастам от Deepcool, но моя привычка сборки современных компов и, в принципе, опыт в этом, уже неоднократно подтверждал о том, что термопаста от Arctic MX4 на нынешний день из относительно бюджетных термопаст в моем списке занимает топ, просто топ. Отлично наносится, не густая, не жидкая, она не высыхает спустя год даже на разогнанных компах, отлично себя чувствует, при этом потрясающе круто отводит тепло. В качестве термопасты вообще замечательно. Поэтому я не вижу абсолютно никакого смысла кроить, экономить. Проще переплатить. Можно купить залмановские там Z4, Z5, Z3. Ради бога, каждый выбирает то, что хочет. Но я просто люблю Arctic MX4 в качестве термопасты. Ну и в качестве корпуса был выбран корпус Zalman i3 Edge. Банально только лишь потому, что, во-первых, во-первых, в этом корпусе было собрано достаточно много мной компьютеров. Опять же, это полноценный ATX корпус формата MidiTower, в который помещается любая материнская плата. Плюс ко всему, туда можно засунуть практически любую видеокарту, то есть под дальнейший апгрейд. Она, этот корпус отлично подходит. До 360 мм, если мне память не изменяет, можно устанавливать видяху. То есть, прикиньте, 40 см почти видяху можно установить в этот корпус. Плюс ко всему, у этого корпуса очень хорошая глубина внутреннего пространства. Соответственно, вы туда со временем, если вам это потребуется, можете поставить абсолютно, практически абсолютно любую башню охлаждения. Туда помещается даже Dark Pro от Big White. И стенка, которая прозрачная и акриловая, да. Он туда помещается, этот кулер. Да, прозрачная акриловая стенка, бич. Хотелось бы стекло. Но в данной ситуации, опять же, выбор сделан именно на этот корпус. Можно было что-то другое подыскать, но, честно, я даже не стал этого делать. Я этому корпусу доверяю. Сборки в нем собираются отлично. Все помещается. Он отлично продувается, потому что в комплекте у этого корпуса идет сразу 4 кулера. 3 на передней стенке, 1 на задней. Плюс есть возможность установки двух дополнительных кулеров. Да, возможно, не самые лучшие вертушки, которые есть на рынке. Да, возможно, они более шумные. Да, в них одноцветная белая подсветка. При этом, ребят, давайте будем честными. 3900 нормальный корпус с прозрачной панелью, в которой все помещается. Подходит под дальнейший апгрейд. Нормальная продувка. Встроенные кулеры. Че еще надо? А, еще и снизу бокс, который закрывает, собственно, блок питания. Постоянно забываю, как он называется. Вот. Поэтому, блин, ну тут особо даже выбирать-то нечего. Я этому корпусу доверяю, именно поэтому он был выбран. Вот и все. Вроде бы ничего не забыл вам рассказать. Вроде бы ничего не забыл вам показать. Ну и, собственно, так как компьютер сейчас находится в разобранном состоянии, я его собираю, процесс сборки я показывать не буду. Вы сами все это прекрасно знаете, умеете. И сотню раз видели у других ребят, кто занимается сборками на YouTube. Я не хочу, честно говоря, тратить на это время и за счет этого растягивать еще сильнее видос. Но я хочу добавить тесты. И сейчас, после сборки компьютера, мы переходим непосредственно к тестам. Поехали. Итак, самый первый тест на сегодня. Assetto Corset в компетенционе. Настройки графики Full HD. Вертикальная синхронизация отключена. Ограничение частоты кадров также отключено. Масштабное разрешение сотка. Остальные параметры на эпических. Выставлены дальность обзора зеркал лишь 80 метров. Остальное все оставлено без изменений на эпических настройках графики. Так как в данной игре нет никакого стресс-теста, этот стресс-тест пришлось провести самостоятельно. Для этого было сделано и добавлено на трассу 21 бот на абсолютно разных машинах с разными левреями. Трасса у нас Монса. Да, не самая нагруженная трасса, но все же. 29 ботов. При этом в данной сессии будут симулироваться некоторые элементы столкновений, которые происходят обычно в гонках. И сделано это исключительно для того, чтобы понять, как будет себя вести в этой ситуации компьютер. Будут ли какие-то фрезы, лаги и так далее. На старте гонки и перед стартом гонки мы видим в принципе стабильность 60 фпс. Потом у нас будут небольшие просадки, но они не критичны. Просадок там до 20-30 кадров нет. Самое низкое, по-моему, что я видел в этом стресс-тесте, будет 51 кадр. Вот, собственно, он сейчас будет. И сейчас будет удар, специально догоняя ламбу. При этом у нас нет никакого всплеска, у нас нет никаких фрезов и лагов. Все проходит стабильно. И сейчас в следующем повороте у нас будет еще один инцидент, который я также симулирую специально, пока все автомобили находятся рядом. Вот сейчас я подрезаю ауди, улетаю в стенку и, как видите, 60 фпс в какой-то момент до 56 просаживается. Но нет никаких бешеных фрезов, нет никаких лагов. И в целом все выглядит достаточно стабильно. Дальше этот тест не комментирую. Дальше смотрите его самостоятельно. Самостоятельно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дождевые условия максимально сложные для графики. Один круг сессии. И, собственно, поехали смотреть тест. Добро пожаловать в Австралию. У нас с вами старт гонки. Как вы видите, дождь, дождевые шины, болиды уже выстроились. Загрузка прошла успешно. При этом, при всех данных графических сложностях и, в принципе, загрузке компьютера, процессор у нас не особо сильно устал. Загрузка всего лишь около 30-70% в некоторых случаях. Да, она прыгает, да, она скачет. Но это, в принципе, нормально. Так как здесь в этом режиме непосредственно автоматически камеры меняются, то периодически все это дело будет зациклено. По FPS вы точно так же можете наблюдать, что ниже 100 кадров в секунду за все это время просадок не было. Да, Формула-1 в целом очень оптимизированная, очень хорошая игра. Вот сейчас у нас была просадка до 91 кадра. Но в целом не критично. Опять же, это куда больше, чем 60. При этом напоминаю, что компьютер вообще не разогнан. Работает на абсолютно стандартных частотах абсолютно везде. Поэтому потенциал у этого компьютера в дальнейшем еще есть небольшой. Но в целом, наблюдая картину того, что этот компьютер может и умеет, это очень достойные показатели, я считаю. Да, можно лучше, но не стоит забывать о стоимости данного компьютера. Непосредственно этот тест вы досматриваете самостоятельно. После этого мы переходим к еще одному заключительному тесту. Продолжение следует... Итак, следующая игра, которую мы с вами протестируем, это GTA 5. DirectX 11, Full HD разрешение, абсолютно полные настройки графики в абсолютно всех ее параметрах. Все выкручено на максимум, так что просто офигеть. И здесь, собственно, то же самое, за исключением масштабирования. То есть масштабирование здесь не применяется, все остается в формате Full HD. И, собственно, так как у нас здесь есть стресс-тест, ждем загрузки стресс-теста и смотрим, что мы получили. Ну и, собственно говоря, начинаем наш стресс-тест. При данных параметрах графики, которые выставлены, даже меня это удивляет. Периодические просадки достаточно серьезные. И это действительно очень удивительно. Игра 2013 года вроде бы неплохо оптимизирована, но при этом потребляет столько ресурсов, что даже компьютер, собранный в 2020 году не из самых лучших компонентов, местами это прям захлебывается. И если следить непосредственно за счетчиком FPS, то в некоторых моментах можно будет это очень отчетливо увидеть. Сейчас, непосредственно во время теста, вы сами все увидите. Просадки будут. Будут достаточно серьезные. Но, опять же, не стоит забывать о том, что это максимальные настройки графики без масштабирования. В то время как некоторые параметры можно отключить, применить масштабирование и получить графику еще более высокого качества, нежели с другими настройками, которые выставлены сейчас. Вот, собственно, на этой локации самая большая просадка до 30 кадров в момент загрузки. И в переход, когда у нас меняется время суток, до 50 кадров в секунду в дальнейшем. И в целом у нас, по-моему, больше таких всплесков и просадок не будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, финалочка. Непосредственно тот компьютер, который вы сейчас смотрели в данном видео, уже передан владельцу, живет в Крыму вместе с моим кокпитом. Все у компьютера, и у владельца, и у кокпита, все замечательно. Проблем никаких нет, все хорошо. Что хочу сказать относительно видео, которое вы сейчас посмотрели. В первую очередь, хочу сразу проинформировать, потому что, возможно, кто-то напишет. Все стресс-тесты, которые вы сейчас смотрели, записывались с моим компьютером, с моей картой видеозахвата. То есть, в процессе съемки стресс-тестов, нагрузка на компьютер, на котором запускались непосредственно эти стресс-тесты, лежали исключительно с точки зрения запуска тех или иных приложений. То есть, в Компетенционе, Формула-1 и GTA 5. Записью занимался другой компьютер. И, соответственно, обработкой этой картинки тоже занимался другой компьютер. Это важно. Это первое, о чем я хотел сказать. Второе, о чем я хотел сказать, это то, что компьютер, построенный за такой бюджет, в современное время, к сожалению, не позволяет раскрывать современные игры на 100 или даже больше процентов. К сожалению. И это, на самом деле, удручает. Понятное дело, что такая игра, как ассета Corsa Competizione, она достаточно нагруженная сама по себе и достаточно много ресурсов поглощает. Но! Этот компьютер построен за 85 тысяч рублей. И, к сожалению, он не способен выдавать на максимальных настройках графики стабильные 60 кадров. Бросадки все равно появляются. Это расстраивает. Но что меня больше всего удивило, это GTA 5, которую вы посмотрели самый последний. И на стадии монтажа меня это очень сильно удивляло. Удивляло лишь потому, что, блин, игра 2013 года, но при этом GTA 5 на максимальных настройках графики сжирает данный компьютер. И это очень сильно удивляет. Периодические просадки до 50 или даже ниже кадров очень сильно удивляют. С другой стороны, с точки зрения защиты данной сборки, можно сказать, что, возможно, здесь вопрос стоит в оптимизации. И в GTA 5 эти стресс-тесты проводятся, во-первых, в достаточно быстрых режимах, во-вторых, возможно, оптимизация все же страдает. Хотя за эти годы можно было бы ее и сделать. В других играх стресс-тесты не проводились, потому что в других играх на этом компьютере попросту не было. Ну и возможности записывать эти тесты не было. Записывались тесты данных игр в последние минуты пребывания компьютера в моем доме. После чего этот компьютер забрали и он уехал в Крым. Так что в целом я хочу сказать, что 85 тысяч – это сейчас, наверное, бюджет такого неплохого компьютера. Не самого топового, который позволит вам играть во все современные игры, но местами не на максимальных настройках графики. В остальном же у меня к этому компьютеру претензий нет. Сборка получилась действительно неплохой, достаточно сбалансированной. Она не разогнана, то есть там еще есть потенциал, куда разбежаться. И в целом это достаточно хороший показатель. На этом, ребятки, мне сказать больше нечего. Дальше все лежит, скажем так, на ваших плечах. Судить вам, как я собрал данный компьютер. Может быть плохо, может быть кто-то предложит более лучшие варианты. Я готов к конструктивной критике, но лишь к конструктивной. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Насколько плохим или хорошим у меня получился компьютер, будет интересно почитать. Не забудьте поставить лайк, это не самое тематичное видео на моем канале. Оно вообще к тематике канала в принципе не относится. Но поддержать и помочь своих зрителей я всегда могу. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Увидимся с вами в ближайшее время на этом же самом канале, но на стримах. Всем всего доброго, до встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok